Мы приветствуем от имени научно-производственного предприятия НОВЬ всех, кто имеет отношение к рынку, рынку здорового образа жизни человека, рынку, который взял в свои руки продукцию, направленную на здоровье человека. Мы приглашаем вас посетить наше производство, посмотреть, как же создается, как же готовится для вас продукция серии «Литовит», продукция серии «Кия» и товары бытового назначения, ну, очень знакомого для вас продукта, ультразвуковой стирающей машинки «Эффект». Наша экскурсия по производству научно-производственной фирмы НОВЬ начинается с цеха косметики, где производится косметическая продукция «Кия». Производство начинается с подготовки минерального сырья, которое заключается в термической обработке этого сырья для удаления влаги, запахов и бактерий. Вот здесь, в этой печи, происходит прокаливание при температуре 250-300 градусов по Цельсию. Далее сырье, вынутое из печи, прокаленное, перегружается в емкости, где происходит его охлаждение до комнатной температуры, которая используется в производстве. «На этом аппарате происходит приготовление геля-скраба, который состоит из циолита, крем-мыла, ну и других ингредиентов. Большая часть оборудования, которое используется в нашем производстве, она либо разработана и изготовлена на нашем предприятии, либо по нашему заданию разработана специально для нас. Этот аппарат называется эмульсатор, на котором делается кремовая основа, эмульсия, который позволяет получать эмульсию с размером зерна от 2 до 4 микрон, при допусках до 6 микрон. Далее приготовленная эмульсия, которая имеет температуру порядка 80 градусов, должна проходить процесс остывания, снижение температуры, который должен проходить при определенной скорости и равномерно. Приготовленная продукция, это крема, маски, поступают в цех фасовки». Фасовка производится на полуавтоматической линии, которая тоже разработана по нашему заказу и изготовлена специально для нас, специально для наших баночек, наших горшочков. Расфасованная продукция поступает на участок упаковки. Здесь происходит упаковка этой продукции и отсюда она поступает уже на склад, а со склада в арго. Мы находимся в цехе по производству биологически активных добавок «Литовит». Когда-то вот эти печи, они были основным технологическим оборудованием по производству «Литовита». На сегодняшний день у нас в производстве, для производства используется оборудование четвертого поколения. То есть четыре раза мы модернизировали, меняли, дорабатывали это оборудование для того, чтобы уменьшить влияние человеческого фактора, повысить производительность, снизить себестоимость и чтобы реже повышать цены. На сегодняшний день производство биологически активных добавок начинается вот с этого смесителя, в который, согласно рецептуре, закладываются все ингредиенты, закрывается крышка, включается мотор и процесс смешивания пошел. Далее полученная смесь поступает на следующую операцию в барабанную печь. Это тоже печь уже четвертого поколения, в которой происходит подсушивание продукта до определенной влажности, чтобы потом перейти на следующую технологическую операцию, которая называется гранулирование. Музыка Музыка После операции гранулирования продукт, который называется гранулят, поступает на участок таблетирования. Таблетирование производится на таблеточных автоматах, три автомата нашей разработки и нашего производства. Один автомат у нас есть, тот, который применялся в советское время в медицинской промышленности. После таблетирования, досушки и проведения лабораторных анализов, готовые таблетки поступают на предпоследнюю операцию, это операция фасовки. Музыка Каждый этап производственного процесса фирмы «Новь» контролируется в лаборатории Сибирского федерального центра оздоровительного питания. Здесь осуществляется и входной контроль качества сырья, и текущий технологический контроль, контроль показателей качества и безопасности готового продукта на соответствие требованиям нормативных документов. Каждое наименование «БАТ» фирмы «Новь» проверяется в этой лаборатории по 9-12 показателям, косметическое наименование по 6-8 показателям. Высокий профессионализм работников и хорошее техническое оснащение позволяют выполнять широкий спектр аналитических работ для производителей биологически активных добавок, косметики и продуктов спецпитания. До свидания! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы пришли на участок, где выпускаются ультразвуковые стирающие устройства. Наша совместная разработка с компанией «Арго». И вот здесь начинается технологический процесс. Это нарезка провода. Следующая операция в технологическом цикле – это припайка пьезоэлемента. Тот элемент, который является главным рабочим элементом, излучающий ультразвук к заготовленному проводу. Следующая операция – это приклейка пьезоэлемента к активной поверхности активатора. Следующая операция – это изготовление воздушной камеры, которая позволяет пьезоэлементу работать, не прикасаясь к герметику, которым заполняется впоследствии активатор, что повышает мощность излучения. Пьезоэлемент в углублении. Здесь закрываем. Получается воздушное расстояние между пьезоэлементом и вот этим колпачком, который здесь будет, что нам позволяет работать пьезоэлементу, не соприкасаясь с герметиком и не тратя энергию на раскачивание, на вибрацию вот этого герметика. Далее, следующая операция – это склейка двух половинок активатора, в который в последующем будет заливаться герметик, герметизироваться будет. С предыдущей операции поступает, уже с готовой воздушной камерой поступает приклеенный пьезоэлемент, закрывается крышкой и герметизируется, склеиваются две половинки активатора. Следующая операция – это заполнение корпуса активатора герметиком с целью герметизации от влаги и увеличение его веса для того, чтобы он не всплывал. Значит, вот эта операция – это промежуточный контроль надежности, правильности приклейки пьезоэлемента и пайки. Я хочу заметить еще, что на каждой операции у нас исполнитель ставит свой индивидуальный номер для того, чтобы в случае возврата, в случае каких-то нюансов мы могли найти, кто делал эту операцию. Мы пришли на радиоэлектронный участок, где происходит сборка печатных плат и сборка генераторов, окончательная сборка генераторов и сборка машинок. Вот эта операция – сборка печатной платы, установка планарных элементов. Печатная плата с наклеенными планарными элементами кладется на конвейер инфракрасной печи и, проходя через печь, эти элементы спаиваются, припаиваются, и на выходе готовая плата с припаянными уже планарными элементами. Ручная пайка здесь отсутствует. Блок питания. Сюда вставляется плата генератора. И вставленная плата генератора спаивается с трансформатором и с активатором. Вот здесь происходит окончательная сборка, скручивание блока питания и проверка на функционирование перед сдачей на прогон. После окончательной сборки устройства у нас предусмотрен окончательный технологический прогон перед упаковкой. Прогон происходит в нормальных условиях, происходит в воде, потому что на воздухе она не может работать. И тут же перед снятием с прогона проверяется работоспособность по методу водяной горки. Вот мы смотрим, есть водяная горка. Вот она водяная горка, значит машинка исправна. Вот и закончена наша с вами встреча. Я благодарю вас за то, что вы посетили нашу цеха, за то, что вы посмотрели, за то, что вы любите, за то, что вы знаете нашу продукцию. Мы желаем вам всем добра, счастья, удачи, успеха. Я знаю, что человеку с литовитом вместе быть. Я знаю, что арго и новь вместе плыть и жить.